Омнамо Бхагавате Васудеевая Омнамо Бхагавате Васудеевая Омнамо Бхагавате Васудеевая В Шримад Бхагаватам девятая песня называется «Освобождение». Глава восемнадцатая. «Царь Яяти обретает утраченную молодость». Текст сорок четвертый. Текст девять восемнадцать сорок четыре. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхайчар Наравинды, Бхакти Веданте, с вами Шрилы Парупады, Шрилы Парупады, Ки Джай. Из сыновей лучше всего тот, который предвосхищает желание отца. Посредственным называют сына, который делает только то, о чем отец просит его. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. Если же сын отказывается подчиняться своему отцу, считается, что он ничем не лучше его испражнений. Шримад Бхагаватам девять восемнадцать сорок четыре. Комментарий Шрилы Парупады. «Хотя Пуру был младшим из сыновей Яяти, он отличался очень возвышенными качествами, и потому, не раздумывая, согласился исполнить волю своего отца. Пуру думал так, мне следовало бы исполнить желание отца еще до того, как он попросил меня об этом. Однако я не сделал этого, значит, меня нельзя назвать образцовым сыном. Я посредственный сын, но я не хочу быть плохим сыном, которого сравнивают с испражнениями отца». Конец цитаты. Один индийский поэт говорил о Путре и Мутре. О Путре и Мутре. Путра означает сын, а Мутра означает моча. И сын, и моча появляются из детородного органа. Если ребенок стал послушным слугой Господа, его называют Путрой или настоящим сыном. Если же сын не отличается ученостью и не предан Господу, то ничем не лучше, чем моча, сказал один индийский поэт. Его имя здесь не приводится. Матаджи, если хотите, можете как-то вот сесть так, чтобы мы могли друг друга видеть. На ваше усмотрение. О Магьяна Тимирандася, Генан Джана Шалакая, Чакшур, Умилитам, Яната Смайль, Шри Гураве, Намага, Шри Читани Манух, Пиштам, Стапитам, Яна Бутале, Свая Рупа, Кадама Агьян, Дадати Свапа Дантикам. Ванча Калпатарубья, Чакри, Пасинга, Эвача, Патитанам, Паваны, Бьё, Вайшнавы, Бьё, Намо, Намага. Намам, Ом, Вишну, Падая, Кришна, Приштхая, Бутале, Шримати, Бхакти, Веданта, Свами, Нитинаме. Намасте, Сарасвати, Деве, Гоура, Вани, Прачарине, Нирвише, Шашуни, Аваде, Паши, Тяде, Шатарине. И сыновей лучше всего тот, который предвосхищает желание отца, посредством называют сына, который делает только то, о чем отец просит его. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. Если же сын отказывается подчиняться своему отцу, считается, что он ничем не лучше его испражнений. Во время лекции звенеть не обязательно. Это допускается. Не звенеть. Допускается. Итак, ничего страшного. Я тоже не знал в свое время. Итак, здесь в этом тексте 9.18.44 перечислены разные виды сыновей. То есть это такая парадигма, эти отношения отец и сыновья. И эта модель может быть перенесена на отношения гуру-ученик, потому что гуру – это тоже отец, духовный отец по отношению к своим ученикам. И, соответственно, здесь вот этот текст 9.18.44 перечисляет четыре вида сыновей или четыре вида учеников. И это очень полезная для всех нас тема. Мы сегодня завершаем наш семинар под названием «Духовная связь», основанный вот на этой вот книге, которая называется «Spiritual Connection», которую написал Бахтит Йердамадар Махарадж. И сегодня нам нужно будет изучить главу 10-ю, последнюю, которая называется «Progressive Discipleship». И на русский язык это, ну, так прямо дословно сложно перевести. «Progressive Discipleship» – это означает «discipleship», то есть ученичество, которое прогрессив, то есть которое такими качествами характеризуется, что человек способен, будучи учеником, прогрессировать. То есть прогрессив как прилагательное. Прогрессивное или связанное с прогрессированием, с ростом. Короче говоря, тема называется «Рост в ученичестве». Можно это так назвать, эту 10-ю главу. И автор Бахти-Дирдамадар Махарадж сообщает нам о том, или напоминает нам о том, что согласно Бхагавадгите 7-й главе люди встают на духовный путь, как правило, по одной из четырех причин. Ну или комбинация причин. Есть четыре причины, почему человек встает на духовный путь. Кто их помнит, давайте вспоминать. У нас викторина сегодня. А может быть это первая? Да, конечно. Любознательные. Любознательные, очень хорошо. Попавшие в беду. Попавшие в беду. Бедствующие. Страждущие. Страждущие, да. Хорошо. И еще два варианта осталось. Богатство, которые хотят. Те, которые хотят богатства и? Мудрые. Так, а если они мудрые, чего им это? Они же уже мудрые. Они в поиске философов. Ищущие, знаете. То есть они еще мудрее хотят стать, да? Мудрые. А, интересно. Ну, там в этом соответствующем тексте из Бхагавадгиты, из седьмой главы, это сформулировано таким образом. Те, кто ищут абсолютную истину. Те, кто хотят понять, что такое абсолютная истина. Так или иначе, и это называется сукритинага. Сукритинага, то есть праведники. Праведники. То есть это еще не преданные. Преданные это те, кому нужен Кришна. А праведники это те, кому нужна либо любознательность свою удовлетворить, либо денежка, либо избавиться от проблем, либо философский поиск. Бхакти означает перенос своих интересов в сторону Кришны, духовного учителя и умения, или, скажем так, обучения, как жить их счастьем. Как жить их счастьем. И, конечно же, первичная причина, почему человек встает на духовный путь, она больше связана с достижением собственной цели. То есть с реализацией своей потребности. Потребности избавиться от проблем или решить финансовое затруднение, или любознательность свою удовлетворить и так далее. И одна из причин, почему человек в какой-то момент сходит с духовного пути, заключается в том, что человек в конечном счете не заинтересовался Кришной. Он так или иначе решил до какой-то степени свою задачу, решил, с беспокойствами в уме справился, или с финансовым, свою ситуацию выправил по милости Господа, который самый богатый, а также, какой еще он самый-самый? Самый богатый, красивый, отрешенный, сильный, знающий, знаменитый, сильный. Шесть достояний. Бхагаван называется, Бхагаван. Ван означает обладатели, и Бхага означает богатство, если я ничего не путаю, да? Правильно? Дорогой товарищ санскритолог, как? Бхагаван, оно из переводов тоже лес. Лес, ну это да, это же санскрит, это же многозначный язык. В общем, Бхагаван тот, кому принадлежат эти шесть достояний. Также бывает так называемая смешанная бхакти или мишра-бхакти, о которых здесь напоминает нам автор. Это карма мишра-бхакти, гьяна мишра-бхакти, йога мишра-бхакти. И он объясняет нам, что карма мишра-бхакти, это когда служение совершается с привязанностью к результатам, к плодам. А что мне будет с этого? Или вот гьяна мишра-бхакти, склонность к измышлениям умственным и также стремление ко всяким метафизическим, тонко-психическим способностям. Это йога мишра-бхакти. Все эти перечисления здесь в этой главе для того, чтобы указать нам на то, что люди встают на этот путь ученичества, находясь в самых разных исходных условиях. В самых разных исходных условиях. И потом качество этого ученичества может улучшаться, ну или не улучшаться. Это зависит от двух аспектов, на которые мы медитируем, когда у нас начинается месяц картика. То есть успех в духовной жизни зависит от двух вещей. Какие это две вещи? Мы знаем, что вы знаете. А кто бы хотел еще из тех, кто не выступал? Из тех, кто не выступал. Вот, Матаджи, наверное, вы руку подняли, а мы не видим вас, да? Вот я потому и говорю, что можно пересесть так, чтобы... Или вам так спокойнее. А, ну у вас все хорошо, да? Нормально вам. Ну хорошо, ладно. Ну вот вы знаете, да, про эти два фактора? Что за два фактора? Ну-ка. На которые мы медитируем, месяц картика, кто знает из вас? Априн. Что? Молчу. Хорошо, давайте Андрей. Собственно, усилие милость кришны. Правильно. Ну, там говорится милость кришны, но, конечно же, она может не сходить и через преданных, и через гуру, и по-всякому. Но в конечном счете он же источник. Поэтому сформулировано так, что милость кришны. Вот, то есть, две вещи. То есть, будет человек меняться как ученик, это зависит от его собственного, ну, желания или нежелания и усилия в этой сфере. От него самого одна сторона. Другая сторона, все-таки нужна милость, чтобы у кого-то этому, ну, обучаться, чтобы происходил этот рост. И наш дорогой Бахтидьир Дамодар Махарадж, он объясняет, что вот есть, допустим, золото. И бывает чистое золото, а бывает золото с примесями. И бывает золото разной пробы. Вот вы, наверное, знаете, какие бывают варианты, да, золота? Не знаете, нет? 725-е самое распространение. 725-е самое распространение. 825-е. А еще что-то 900-е какая-то было? 983-е, да? 580-е. А, добавка идет. В общем, там разные степени примесей в этом золоте. Да-да-да. Вот. Поэтому, Матаджи, что там у вас? Что там у вас? Обсуждение какое-то. Какое золото лучше? Какое золото лучше? Вот. Время на вас служить. Да-да-да. То есть, видите, чистое золото, про него можно говорить, что оно чистое, но оно бывает разной степени чистоты. Понимаете? И вот автор, он пишет нам, что если хочется человеку купить золото, допустим, то ему нужно отличать золото с примесями от золота, ну скажем так, с минимальным их содержанием. Ну или, скажем, различать эти пробы, это качество золота и так далее. Точно так же и надо понять, каков критерий, что такое ученичество. И вот мы, благодаря этому тексту сегодняшнему, тексту 9.18.44, узнаем, какие бывают пробы, какие бывают варианты. И основанием этой градации или основанием этой классификации, классификации на четыре уровня, являются такие вещи, как багаж кармы. Багаж кармы, то есть, разный багаж... Что происходит-то? Разный багаж кармы у разных людей. То есть, еще раз, каждый входит в этот процесс с разным изначальным состоянием. Разный багаж кармы. И этот разный багаж кармы проявляется в том, что человек с разным уровнем искренности подходит к этому процессу. Кто-то более искренний, кто-то менее искренний. Также это сопровождается теми или иными желаниями материальными в уме. И у кого-то их побольше, у кого-то поменьше, и у всех они разные. И также градация в целом на основе подхода к этому процессу полива бактилаты. Бактилата, росток преданного служения. Мы поливаем эту бактилату с помощью процесса шраваном. Слушаем священные писания и также повторяем. Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! 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 Харе Харе! Рама! Ну и, конечно, бывают разные преданные. Кто-то в этом усердствует, кто-то не очень. То есть какие-то входные условия, с которыми человек входит в процесс. Также сам подход к этому процессу. И вот есть четыре категории. И первая из них и Пуру, сын царя Яяти. Он здесь в комментарии Шрила Парупада говорит, что Пуру думал так. Это интересный момент. Откуда в Шриле Парупаде знать, что там думал Пуру, если об этом нету в самих текстах? И ответ такой, но это можно перепроверить. Но наиболее вероятный ответ такой, что, скорее всего, здесь Шрила Парупада использует комментарии Вишванатхича Караварти Такура, потому что их особенность заключается именно в том, что Вишванатха Чакраварти Такур, пользуясь своим внутренним духовным зрением, иногда, время от времени, пишет в своих комментариях, кто чего подумал. Несмотря на то, что в самих санскритских текстах написано, кто что говорил и кто что думал. Но в этих комментариях он как бы глубже пишет о том, кто что... Ну, в больших деталях, кто что думал и кто что говорил. Пусть даже этого нет в изначальных санскритских текстах. Мы можем, конечно, думать, что это спекуляция, но поскольку он очария, он входит в парампыру, то его, ну, вот эти дополнения, они основаны на его духовном видении. То есть это не его сочинение. Хотя может так показаться. И вот здесь в комментарии описывается этот внутренний монолог Пуру, царя, сына царя Яяти. Он говорит, то есть думает, мне следовало бы исполнить желание отца еще до того, как он попросил меня об этом. Однако я не сделал этого. Значит, меня нельзя назвать образцовым сыном. Первая категория ученика – это когда ученик знает настроение Гуру, и он предвосхищает его распоряжение, его наставление. То есть он знает саму суть, он знает сердце Гуру, и поэтому он может сообразить, что сделать для того, чтобы Гуру был доволен еще до того, как Гуру дал то или иное наставление. И вот Пуру говорит, Пуру говорит про себя, если бы я таким был, если бы я смог это предугадывать, вот тогда бы меня можно было бы назвать образцовым сыном. Или если переносить на нашу ситуацию образцовым учеником, образцовый ученик, который может догадаться, что делать. Для этого нужно знать эти ориентиры, эти ценности, которые в сердце духовного учителя и разум, который дает Кришна. Служишь ему, и он, соответственно, добавляет разума при соблюдении двух условий, если это делается, первое, с любовью и преданностью, и второе, непрерывно. Тогда этого разума становится больше. И Бхакти Дьирда Мадар Махарадж пишет в этой книге о том, благодаря чему или как преданный может стать учеником такого первого класса или первой категории. Он описывает, что это происходит благодаря тому, что он слушал Гуру, благодаря тому, что он видел Гуру. И это как раз вот насчет видео, это связано с тем, о чем вчера Матаджи говорила. Она говорила, что вот есть наставление и есть Гуру, и надо бы его, хорошо было бы его видеть также, а не только наставление выполнять. И чем чаще видеть, тем лучше. Да, это тоже очень помогает. Поэтому он слушал, он видел, он следовал, практиковал, причем практиковал искренне и интенсивно. Он внимательно все это делал, внимательно повторял. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе. То есть внимателен был и на Джапе, и также внимательность, имеется в виду, внимательность к наставлениям как таковым. То есть что-то вот Гуру говорит, и когда он говорит, это не то, что когда мы говорим, от того, что нам просто захотелось поговорить о том или об этом. То есть каждое слово имеет определенный вес, он представитель Кришны. И вот хороший ученик, он понимает, что если Гуру что-то конкретное говорит, то на этом нужно заострить свое внимание. И вот эта внимательность, она очень душеполезна для духовной жизни. И вот благодаря этой комбинации качеств получается так, что с одной стороны ученик становится способным, он знает сердце Гуру, то есть чем он живет. Вот, как говорил древнегреческий философ Сократ, Сократ, что он говорил? Он говорил, заговори, чтобы я тебя увидел, да, заговори, чтобы я тебя увидел. То есть если и благодаря этому, благодаря регулярному слушанию того или иного человека, той или иной личности, мы становимся способными все лучше и лучше его видеть или понимать, что за личность. И вот благодаря этой практике регулярного слушания получается так, что с одной стороны он знает сердце Гуру, и параллельно с этим сверхдуша, то есть Господь, Он видит наши усилия, и в ответ на эти усилия Он добавляет разума, и Он помогает изнутри. Он помогает изнутри. Это означает, что с одной стороны у ученика знание сердца Гуру, и с другой стороны сверхдуша ему подсказывает изнутри, как действует тоже. Может подсказывать. Господь может подсказывать. Ну, вы, конечно, можете возразить, сказать, что слышать сверхдушу – это высокий уровень. Так? Высокий уровень. И откуда мы знаем, слышит он сверхдушу или не слышит? Даже если он слышит то сверхдушу, то ум, но поскольку он регулярно слушал Гуру, то он может разобраться, где ум, а где сверхдуша. То есть что соответствует этим наставлениям, что не соответствует. И вот очень хороший пример этого ученика первой категории – это Шрилу Парупада. Так? Он очень любил слушать Бхактисиданту Сарасвати. И Бхактисиданта Сарасвати это отметил. Когда духовные братья Шрилу Парупаду рекомендовали Бхактисиданте Сарасвати на посвящение, Шрилу Парупада, ну в смысле Бхактисиданта Сарасвати, который тоже, кстати, Прабхупада. У него тоже этот титул есть. Он сказал, а я его знаю, я его помню, ему нравится слушать, я дам ему посвящение. Шрилу Парупада слушал Бхактисиданту Сарасвати, независимо от того, было ему понятно, о чем разговор, или не было. Ему нравилось слушать. И в этом заключается, ну что ли, некоторый мистицизм этого процесса Шраваном или процесса слушания. Он заключается в том, что даже если какие-то куски или фрагменты непонятны, но все равно мы продолжаем слушать, то поскольку это именно слушание из духовного источника, оно нас очищает, это слушание, и потом в будущем позволяет нам услышать гораздо больше. Поэтому не стоит этим пренебрегать. Однажды даже был такой эпизод, когда во время одной парикрамы, которую организовывал Бхактисиданта Сарасвати, у учеников был выбор. Был выбор. Либо они отправляются в один из храмов, который находился недалеко, и смотрят там на божество, получают даршин божества. Либо они остаются на лекцию в Актисиданте Сарасвати Такура. И довольно многие ушли с этой лекции и пошли смотреть на божество. А Шрила Парупада продолжал сидеть на этой лекции, несмотря на то, что ему, строго говоря, не все было понятно. Но он очень ценил Бхактисиданту Сарасвати. Бхактисиданта Сарасвати покорил его сердце прямо во время первой встречи. Мы с вами знаем содержание этой встречи и о чем там шла речь. Итак, ученик первой категории, чем он характеризуется? Чем он характеризуется? Благодаря тому, что он очень четко улавливает саму суть настроения духовного учителя, наставления его и так далее, то удивительным образом у него также дополнительно ко всему прочему проявляются полномочия вносить в те наставления, которые получает он от духовного учителя, некоторые коррективы в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Дэшик Калапатра – время, место и обстоятельства. И Шрила Парупада в связи с этим яркий пример. Именно он снизил количество воспеваемых кругов Харе Кришна Махамантры до 16 кругов. Именно он начал давать второе посвящение Матаджи, женщинам. Хотя до этого этого не было. Именно он, по крайней мере, в течение некоторого времени даже проводил виваха-яги, проводил свадебные церемонии для своих учеников и так далее. Разные вещи. И вот вторая инициация, не говоря уже о третьей, не говоря уже о саньясе, о посвящении в саньясу. И все это, конечно, вызывало критику в Индии, у всяких личностей такого смарто-браманического склада. Но у Шрила Парупады, во-первых, понимание ситуации, ощущение ситуации было. И во-вторых, каждый из своих, каждый из своих корректив, он был способен обосновать шастры. Обосновать шастры. Вот, например, мы с вами вчера вспомнили один из текстов из читания Чаритамриты, где описывается квалификация гуру. Киба-випра-кибаньяси шудра-кенанай кришна-татва-вети сей-гурахай. Гуру – это тот, кто знает науку о Кришне, при этом неважно, каково его социальное положение. Он может быть киба-випра, то есть он может быть випрой, то есть браманом, или он может быть кибаньяси, он может быть саньяси, или он может быть шудра-кенанай, то есть шудра. Не важно, важно именно вот то, что он может передавать духовное знание, владея им. То есть, в принципе, на каждую из своих корректив у него были и есть свои обоснования. Почему? Очень авторитетное обоснование. Ну и, соответственно, что это означает? Это означает, что не каждый может менять процесс духовной практики, что-то перестраивать под себя. Например, Шрила Прабхупада сказал однажды, «Вы только не вздумайте менять процесс поклонения божествам в том виде, в котором я его дал». Ну, конечно, у нас есть Министерство по поклонению божествам, и оно что-то дорабатывает, но дорабатывает в сторону именно уточнения и улучшения. Но вот он в одном из писем или в одной из бесед прямо об этом сказал, что вы все испортите, если начнете сильно что-то в этом изменять, в этом процессе поклонения божествам. То есть, это связано с полномочиями, которые или есть, или их нет. То есть, благодаря постоянному процессу шраванам, постоянному процессу слушания, постоянному процессу медитации на наставления, внимательному отношению к этим наставлениям, старательной, качественной, интенсивной практике выполнения этих наставлений, внимательному повторению «Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи». И тогда что получается? Есть текст из «Мундаку панишат», если я ничего не путаю, где описывается квалификация гуру, и там одна из строк звучит «Шротриям брамаништхам». «Брамаништхам» означает то, что он утвердился в брамане, то есть он утвердился в духовном, то есть он стабилен в своем духовном сознании, в сознании Кришны. И «Шротриям» означает буквально, как вот мы иногда говорим про людей, что тот или иной человек начитанный, «Шротриям» означает «наслушанный». Это означает буквально, если грамматически это перевести, то это будет означать «наслушанный», то есть тот, кто впитал в себя. Это означает нужно регулярно слушать лекции, книги читать и повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе». В конце концов, все, что мы слушаем, и связанное с Кришной, и не связанное с Кришной, и очень отдаленно связанное с Кришной, это же все в нас впитывается. Мы же потом со всем этим живем, и оно потом даже о себе изнутри напоминает. «А помнишь, была такая песня, помнишь, ты ее слышал, и даже она нравилась, вот такая песня, давай, ум говорит, вот вспомнишь, была такая песня, давай сейчас попоем ее вместе, да? Ум говорит, давай попоем эту песню вместе, и ему такое говоришь, не надо, он говорит, ну давай, хорошая же песня, ну и так далее. Тебе же нравится. Живет духовный учитель. И тогда появляются эти дополнительные полномочия даже что-то скорректировать, не упуская сути при этом. Шрила Прабхупада сути не упустил, но при этом он вносил кое-какие коррективы. А вот ученик второй категории, это тот, который нуждается в том, чтобы ему сказали, в том, чтобы ему дали наставление. И он получает наставление и потом действует. А он получает наставление и он тогда действует. И он способен быть вдохновленным, счастливым, внимательным, когда выполняет это наставление. И он его не откладывая выполняет. В Бхагавадгите описываются разные качества разных людей, находящихся под влиянием разных гун материальной природы. И когда там комментируется, как работает сознание личности, находящиеся под преобладающим влиянием гун и невежества, одна из характеристик, человек постоянно все откладывает. Постоянно все откладывает. Про меня, я про меня, я про меня. Ваше чистосердечное признание будет учтено компетентными личностями. Это проявление невежества. В английском тексте, в английском комментарии Шрива Парупада использует это слово procrastination, прокрастинация, то есть откладывание на потом. И в комментарии он пишет чуть ли не дословно. То, что можно сделать за час, он делает неделями. Может быть, вы помните это место, да? Вот, то есть есть к чему стремиться, если есть такая склонность. И когда это переносится в сферу ученичества, оно, к сожалению, если есть такое качество, оно переносится везде. Везде, во все сферы. И во все сферы жизни человека. Но это уже другая категория. Это уже третья категория. А вот во второй категории человек не откладывает. То есть он получил наставление. И строго ему следует. И благодаря тому, что он строго следует этому наставлению, то он синхронизирован. Он тоже синхронизирован с духовным учителем. Ученик первой категории, он вполне конкретно синхронизирован с духовным учителем. Вторая категория, здесь тоже имеется эта синхронизация. И когда она есть, то тогда милость гуру, присутствие гуру в жизни ученика проявляет в жизни ученика удивительные чудеса. Наверняка у каждого из вас в жизни было хотя бы одно большое чудо. Или несколько маленьких. Или несколько больших. связанных с этой синхронизацией. Но это очень сокровенно, поэтому мы не будем тянуть клещами из вас эти истории. Но если вы захотите, вы можете на просаде потом друг другу что-нибудь рассказать. На ушко, да-да-да. Как знаете, на этих интерактивах иногда говорят, давайте мы вас сейчас разобьем на пары, и вы будете друг другу рассказывать сокровенные истории друг про друга, как у вас что в жизни было. Мы не будем навязывать вам этот душевный стриптиз, так называемый. Просто если вдохновитесь, то потом можете что-нибудь кому-нибудь рассказать. Тема весьма интересная. То есть последователи Шрилы Парупада, ученики Шрилы Парупада, которые полны исполненной веры в него, вот наши духовные учителя, пожалуйста, мы можем видеть, они в синхроне со Шрилой Парупадой, и это просто чудо какое-то. Смотришь на них и восторгаешься, и хочешь повторять. Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Кришна, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. А вот третья категория интересная. Это ученик, который наставления слышит, еще он пока их слышит, но надо ему напоминать об этом. То есть вы мне об этом напоминаете, называется. И поэтому ничего удивительного нету в том, что наши духовные учителя лекции читают из года в год, десятилетиями. И в принципе рассказывают там практически одно и то же по кругу. Но удивительно то, что поскольку это духовное послание, то оно каждый раз как свежее, как какое-то новое. А? Как новое. Да, как новое какое-то. Вот. Оно как бы новое, и в то же время не новое. И от чего зависит проходимость сухового канала? Как вы думаете? А? От внимания. От внимания. Еще от чего, Андрей? От засоренности. А? От засоренности. От ответа. От лично же от гун материальной природы. От гун материальной природы проходимость зависит. Я поскольку все временно потом откладываю, у меня не усваивается плохо. А? Он будет усваиваться. А? Так продолжай. У кого еще есть какие мысли по поводу сухового канала и как его чистить головное? И от чего его засоренность зависит? Ну то есть точнее, почему слышим, почему слышим или не слышим? Вот, Матаджи, как считаете? Ну, если для тебя это важно, то ты услышишь. Ну, это внимание писателей, это какие-то приоритеты? Смотрите, это вы сейчас вопрос задали, а вопрос-то задал я. Как-то мы сейчас запутаемся, понимаете? Давайте еще раз. Вопрос. От чего зависит способность человека слышать или не слышать духовное послание? А, то есть интересно или не интересно, да? Так, так же было про внимание, про засоренность и что еще? Я бы отметил молоко с тонкими клетками головного мозга. То есть надо тонкие ткани головного мозга развивать, да? Пить молоко. Ну еще, мне кажется, что надо с чудиками не общаться. Вот это золотые слова. Это золотые слова, конечно. Правильно, внимательно повторять. Да, это вот вы правильно. А что это за такая категория? Можете рассказать? Да, конечно, кто это такие? Кто-то за периметром преданных. А, за периметром преданных. Ну это опять-таки правильное общение. А, понятно. Ну то есть это вы имеете в виду, типа карми, да? Вы об этом говорите. Понятно. Ага. А теперь ответ от автора. От его святейшества Бхакти-Дьирдамадара Махарадж. Но перед этим мы узнаем, что Аватхутаприя Прабу хочет сказать. Еще второй стих Бхагатам как раз говорит о квалификации слушателя. Да. Сатам это вот благочестивые, да. А вы говорите громче, а то вода льется, что-то плохо слышно как-то у вас. Сатам это переводится благочестивые люди. Так. И отсутствие зависти в этом стихе тоже говорится. Отсутствие зависти. Но качество слушателя их очень много. А в этом стихе некоторые впечатляют. Это благочестие, да. Благочестие человека. И так же вот отсутствие зависти. Если у нас есть зависть, то мы не услышим послание по рамкам. Если у нас есть зависть к тому, кто говорит, или если у нас есть зависть вообще в принципе? Она же вообще в принципе все равно есть. Она в принципе и к рассказчику тоже. Если есть зависть, мы не услышим. Сто процентов. Да. Второй стих Бхагатам говорит. А. Понятно. Так же вот говорит о сатарах. Подождите, а откуда приправу? Ну с завистью уже все в наше общество приходят. Но они же слушают, им нравятся, они усваивают, начинают джапу повторять там. Это я просто привел Бхагатам один, один, два. Да. Один, один, два. Здесь, наверное, не о слушании идет, а о восприятии. Слушают там миллиарды, а кто слышит это послание. Сейчас, наверное, речь, кто слышит. Да. Поэтому вот худ приправу и говорит, что способность слышать зависит от того, сколько зависти в человеке. То есть это ответ именно на тот вопрос, который был задан. Все сошлось. С автором посходятся? А? С автором. С кто говорится? А, дорогие друзья, вы все правы. И автор тоже прав. Да. Безусловно. Безусловно. Вот, да. И то есть то, о чем вы говорите, это как бы разные аспекты того, о чем говорит автор. Ну и наоборот тоже можно сказать. Он говорит, что есть ум, и в уме есть, ну, вот эта вот говорилка. Что за говорилка? Что за речь? Что за голос? Голос ума. Голос ума что озвучивает? Он озвучивает материальные желания. Хочу это, хочу то, хочу синее пальто. Синее пальто. Ну, это и Шаматинандана Прабу так шутит. Вот. То есть и дальше, ну, вот Матаджи совершенно правильно сказала. То есть зависит от того, интересно или неинтересно. Соответственно, если этот голос материальных желаний звучит громче, да, то есть сфера интереса, она больше связана с тем, что озвучивает этот голос ума с материальными желаниями, то он тогда будет глушить духовное послание, как вот в прежние времена глушили радиостанции запрещенные, да? Голос Америки и так далее. Вот то же самое и здесь. То есть, но эти глушилки, они в самом человеке сидят. Соответственно, как засоренность-то слухового канала? Куда ее деть-то? Шричтани Махапрабу говорит, надо повторять Харе Кришну, тогда будет Четтадар Панамарджанам происходить будет. Четтадар Панамарджанам. То есть зеркало ума, сознание будет очищаться. Благодаря воспеванию святых имен. То есть святые имена, это не только для того, чтобы нам жилось хорошо и гармонично, и не только там для того, чтобы ум был спокойный, или там обязательство перед гуру выполнить обеты и так далее. Ну, то есть разные есть причины, зачем повторять святые имена. Причины и объяснения. Но один из них, это тоже важный, способность слышать. Благодаря этому тоже развивается. Если, конечно, воспевание, ну, не какая-то прямо уж галимая нам аппаратха, если с усилиями, если с усилиями, тогда это очень работает в сторону того, чтобы хорошо слышать. Потому что... А скорость влияния может спросить? Скорость влияния не влияет, а способность слышать? Естественно. Естественно. Все четыре категории влияют. Ну, то есть нама аппаратха, джива аппаратха, сева аппаратха, вешнава аппаратха. Четыре категории есть. Все влияет, конечно. Так, то есть, в принципе, одним из оснований этой классификации учеников на четыре категории мы можем назвать... Что? Мы можем назвать способность слышать. И вот третья категория, это те, которые, в принципе, слышат наставление, но не запоминают, они не фиксируются у них в памяти. И также тут еще несколько пунктов, которые отмечает автор. Поскольку этот голос ума с его материальными желаниями в этой ситуации звучит погромче, чем в двух предыдущих случаях, то те, кто в третьей категории находится, они... Тут автор пишет, не всему следуют, раз. Подстраивают под свои предпочтения ума те или иные наставления. Подстраивают под себя. Склонны подстраивать под себя, чтобы им было удобнее. Подстраивают эти наставления под себя. Если следуют, то не всему. Склонны спекулировать, то есть измышлять что-то, сочинять свое. Опять же, из-за этого голоса, ума. Так? Склонны совершать оскорбления. И... Да. И автор пишет в этой книге, что в третьей категории опасно находиться, не говоря уже о четвертой категории. В третьей категории опасно находиться, потому что, в принципе, это уже человек, который не сосредоточен на наставлениях духовного учителя. Он не сосредоточен. И из-за этой несосредоточенности эта вот склонность совершать оскорбления, маленькие, пустяковые какие-то оскорбления, она в конечном счете может привести и вылиться к тому, что ученик нанесет оскорбление лотосным стопам своего духовного учителя. В конце концов, он доберется до него. И на этом все закончится. Можно еще раз повторить? Повторить что? По поводу четвертой категории. Третья категория. Пока не было четвертой. Это третья. То есть он слышит наставления, но ему нужно напоминать об этих наставлениях. То есть третья категория – это те, которые не особо фиксированы в этих наставлениях, не сосредоточены. То есть они слышат, но надо напоминать им. Также склонны спекулировать, склонны чему-то следовать, чему-то не следовать, склонны подстраивать под себя то, что услышали, под свой ум, под то, как им удобно, склонны совершать оскорбления. И вот эта склонность совершать оскорбления, она в конечном счете может вылиться в гуру аппаратху. И привет, здравствуй. Тамас не так давно расстались, называется. Конец духовной жизни. Ну, конец или приостановление, там зависит от… Ну, текст 9.30, помните, мы о нем говорили вчера. То есть, в принципе, милость Кришна, она может еще дальше пролиться. Почему нет? Также, что означает «не всему следует»? Ученик третьей категории «не всему следует»? Это означает, что когда он получает то или иное наставление, он может поступить с этим наставлением не как ученик второй категории, который просто выполняет, как оно есть. А он или кому-нибудь перепоручит, или будет просто ждать, когда кто-нибудь другой это сделает вместо него. А еще один вариант, поскольку есть склонность измышлять и придумывать, то он может его попытаться видоизменить, но поскольку он не ученик первой категории, а он ученик третий, то получается ерунда всякая. И здесь в качестве примера Шрива Прупада приводит в ситуацию, когда, допустим, гуру говорит ученику «принеси стакан воды», а ученик приносит ему стакан молока, потому что он, видите ли, думает, что молоко – это лучше, чем вода. И полезнее. То есть, молоко, оно, конечно, может быть и лучше, чем вода, но наставление-то было другое. Это как один из духовщиков рассказывал в преданной проявив заботы на лекции, принесли стакан полный, в тулусе. Да. Он смотрит, как пить-то. В смысле, там все было в листях, да, в стаканах? Да, да, да. И все в листях, вот так вот. Да, да, да. Я смотрю, как пить. Я бы больше куда-нибудь. Вот это вот то, что Ниранжина Махарадж называет «атхидасика» или «страдания, которые причиняют суги». А, «атхидасика». А, «атхидасика». А, «атхидасика». А, «атхидасика». Ну, он говорит о том, что страдания не тройственные, есть еще четвертая категория. А, «атхидасика», то есть то, что доставляют всякие суги неквалифицированные. Был другой случай. Его рассказывали про Прабхавишну Прабу, когда он был еще Прабхавишну Махарадж. Дело было вроде бы как где-то то ли в Баку, то ли в какой-то другой южной азиатской республике бывшего Советского Союза. Прабхавишну Махарадж просто попросил стакан воды. Человек ушел, преданный ушел. Некоторое время его не было, причем дольше, чем, ну, ожидалось, ощутимо дольше. И потом он, как в этом фильме «Кавказская пленница», приносит целый поднос с фруктами. Он приносит целый поднос с фруктами вместо стакана воды. Ну и водички там немножко тоже. Вот. Потому что он подумал, что так будет лучше. Он так решил. Так будет круче. Ну, круче, не круче. Хлеб, соль. А? Хлеб, соль, цыгане. Какие цыгане? Медведи, да? Трессированные. Вот, видите, видите, вот они самскары же тоже лезут. Сейчас мы вспомнили про цыган. То есть, голос-то, он внутри сидит, он же что-то там подкидывает, какие-то, какие-то воспоминания, фильмы там про цыган, еще что-то там такое, да? То есть, своя киношка, она же крутится там в голове. Вот. Значит, это называется ученик третьей категории. То есть, мы опять же соотносим это с текстом из Багава, там 9, 18, 44, в котором были перечислены четыре вида сыновей, от самого замечательного или образцового до никудышного, который на санскрите называется путра, и при этом он ничем не лучше, чем мутра, да? Мутра? Мутра, да? Кто помнит, что такое мутра? Мача. Правильно! Правильно! Итак, поговорим о мутре. Мутра. Четвертое. Да. Да. Если быть мутрой, то уж корове... Это потому что то, что из коровы исходит, оно хорошее все. Четвертая категория – это такие ученики, которые получили посвящение гуру, и при этом не следуют наставлениям, и вообще, откровенно говоря, безразличны к этим наставлениям. Просто вот безразличны, и все. Такая категория, которую, в принципе, учениками и не назовешь. То есть, их можно назвать учениками просто по той причине, что гуру их принял, ученики, вот по этой причине. И Нитай Четане Махарадж, когда приезжал в Нижний Новгород в 2010 году или в 2011, он сказал, что таких учеников четвертой категории порядка 70% всего. Таких вот... Он личный в Исконе, его личное наблюдение, а и учениках, а своих учеников нету. Он был региональным секретарем в Центральном регионе, поэтому я не знаю, говорит ли он конкретно про свой регион или про Искон в целом. Но, к сожалению, это достаточно распространенное явление. Явление именно от безразличия к наставлениям гуру, а не так, что его наставление становится, так сказать, путеводной звездой, картой, навигатором, GPS-навигатором, да, в жизни. Вот. То есть нет интереса к этим наставлениям. И, в принципе, гуру должен, пишет Бхакти-Дьирдамадар Махарадж, такого ученика в кавычках отвергнуть. По-хорошему он должен его отвергнуть. И Бхакти-Дьирдха Махарадж, который, соответственно, духовный учитель Бхакти-Дьирдамадара Махараджа, у него были такие случаи, когда он своих учеников отвергал. Не массово, конечно, но были такие ситуации. И теперь мы прочтем из этой удивительной книги, в каких ситуациях это, в принципе, возможно или допустимо. Бхакти-Дьирдамадар Махарадж пишет о том, что гуру не оставляет, не отбрасывает, не отвергает ученика лишенного веры, никогда его не отвергают, подобно тому, как мать или отец никогда не отказываются от детей. Переводится такая аналогия. Тем не менее, гуру может отключить своего ученика или свою ученицу от Шри Гуру Парампары в том случае, если, внимание, в том случае, если боль, которую причиняют вредные, харибол, важный момент, очень важный момент, может отвергнуть ученика в том случае, если, внимание, если боль, которую ученик причиняет гуру, из-за того, что он постоянно отклоняется и не следует, если эта боль сильнее, чем та боль, которую он испытает, отвергнув его. То есть выбор из двух зол меньше выбрать. То есть и то болезненно, и это болезненно. И ученика отвергать болезненно, и отклонения всякие терпеть тоже болезненно. Если боли причиняет больше ситуация, когда отклонение, на отклонении сидит и отклонением погоняет, так, то тогда, соответственно, делается вот такое, не самое, как это говорится, как это называется, принимается тяжелое решение. Называется принять тяжелое решение. Иногда приходится его принимать. В то же время, Бхакти Дирдамадар Махарадж в этой книге пишет, что тот, кто безразличен к наставлениям духовного учителя, не выполняет их, не безразличен к повторяющимся вновь и вновь наставлениям гуру, он и так сам себя, совершенно верно Рамакеле Прабу говорите, говорили вчера, сам себя отключает от парампары. Сам себя отключает от парампары, и его росток преданности сохнет из-за того, что он не следует наставлениям, не слушает, не повторяет. хорея кришна хорея кришна кришна хорея 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 рама хорея рама 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 хорея то есть духовная жизнь это такая штука в ней в отпуск не уйдешь отпуска повторения хорея кришна так время покажет может 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 получиться может не получится а рупага с вами в нектаре преданности сообщает нам радостную новость он говорит что склонность совершать преданное служение чтобы акте это не что-то привнесенное извне а это естественная склонность самого живого существа которую нужно пробудить подобно это склонность пробуждается по милости духовного учителя благодаря подобно тому как в ребенке маленьком постепенно ну вы читали помните постепенно пробуждается его потенциально всегда имеющаяся способность ходить ребенок учится ходить и в какой-то момент он начинает ходить но потенциально это способность в нем есть если бы ее потенциально не было бы тогда он бы и не научился шрива прупада в комментарии к хоре кришна махамантры пишет что повторение святых имен это не что-то искусственно навязанное уму то есть это то что это наше естество другое дело что она покрыта обусловленностью материальной с другой стороны конечно вот эта аналогия насчет того что гуру сажает в сердце ученика бхакти вата биджу может создать у нас впечатление будто бхакти это как раз что-то привнесенное так что это означает что он сажает бхакти вата биджу это означает что он сажает но интерес к этой теме то есть эту шрадху эту первичную веру которая потом вырастет в ништху в твердую веру и выше пойдет расти то есть он сажает туда этот первичный интерес и дальше если его поливаешь взращиваешь зависимости от того какие интересы в жизни поливаешь она то и вырастет мы каждый день чего поливаем в себе какие-нибудь интересы тот интерес этот и так далее то есть задача гуру вот он дает бхакти вату это означает биджу это означает что он дает как бы некий первичный импульс к духовной жизни первичный импульс но есть сила инерции да помню физику школьный курс из сила инерции то есть любой предмет которому любое физическое тело которому придана ускорение оно какое-то время будет лететь этот предмет это тело физическое а потом что до за счет силы трения с воздухом да то есть тогда это значит не про инерцию мы говорим инерции тут ни при чем красиво трения мы говорим инерции наоборот инерция она как раз наоборот позволяет какое-то время ему лететь этому физическому телу но потом все-таки сила трения она как бы затормаживает точно так же и влияние внешней энергии материальной энергии она как-то вот стягивает через трибуна материальной природы из этого вывод что нужно не просто от импульса к импульсу жить вот гуру приехал и мы приободрились она до свой импульс тоже усилиями каждодневными подпитывает своими до воскресной программе да поэтому поэтому мы и говорим что ученики бывают разных категорий и автор нам говорит что находитесь допустим четвертой категории постарайтесь стать перейти в третью находитесь 3 повторяй постарайтесь во вторую находитесь во второй постарайтесь перейти в первую из этой классификации так значит дальше автор нам рассказывает удивительную сказку любите сказки какие вы любите сказки страшные или добрые ну вот это ну вот это сказочка она эта сказочка она до с хэппи-эндом да вот эта сказочка она всем вашим ожиданиям соответствует и а что касается конца то у нее этого конца вообще нету в принципе такая она значит ученики пришли к духовному учителю и и говорят кого из нас вы больше любите по моему иисусу христу тоже апостолу что-то похожее похожий вопрос какой-то задавали я правда не помню давно читал но это не не христианская история это просто он спрашивает может а может христианская не знаю может это какой-нибудь апокрифическое евангелие ну так или иначе ладно а ученики собрались и они а вы чё там это записываете что туда а спасибо большое харе кришна мне очень приятно они собрались и говорят кого вы из наших учеников больше все любите и гуру говорит я вас всех люблю если бы не любил то как бы я вас мог качестве учеников принять в принципе и тогда один из этих учеников растроганный такими чудесными словами говорит своему говорит этому духовному учителю безусловно то что вы говорите это так и есть отец любит всех своих детей но в то же время мы чувствуем что мы находимся на разных уровнях и также мы есть такое ощущение что у каждого из нас будет свое какое-то будущее я эти будущее будет отличаться то есть несмотря на то что вы всех нас любите у каждого будет своя награда причем эти награды будут отличаться так ли это или нет и для того чтобы ответить на вопрос ученика гуру приводит аналогию я гуглил яндекс его пытался выяснить откуда эта аналогия откуда эта история непонятно откуда она взялась может быть это какая-то африканская сказка да я не знаю откуда это гуру говорит у меня были три маленькие куклы одна кукла была сделана из сахара другая была тряпичная третья была каменная это какая-то африканская история из буду буду какие-то куклы странно интересно хотелось бы узнать откуда это у меня были но это все равно это это авторитетно то есть есть вывод то правильный потом идет авторитетный очень у меня были три кукла одна из сахара другая тряпичная третья из камня и однажды когда я мыл руки в реке эти все три куклы выпали в реку та которая была из сахара растворилась в воде некоторые ученики именно такие это ученики третьего класса которые называются канишдхи канишдхи даже небольшое беспокойство в уме может полностью изменить их веру и в результате они вываливаются в сферу влияния материальной энергии ну подобно тому как это сахарная кукла взяла растворилась в речке сейчас дойдем до нее сейчас все будет а сейчас сейчас одну секундочку ну сейчас вы все узнаете а уже интересно а вот то есть он говорит про эту категорию третью категорию которые растворяются то есть это мог быть ученик у которого веры вообще не было либо такая вера которая легко разрушается это одна категория вторая кукла тряпичная намокла вот намокла но поскольку и впитала в себя воду но не растворилась это ученики второго класса они такие мать ямы мать яма мать яма мать яма это означает что они могут взаимодействовать с иллюзорной энергией ну то есть находиться более или менее защищенном состоянии могут взаимодействовать с иллюзорной энергией но в то же время до какой-то степени невежество все равно остается безумие остается и вот они значит пытаются тут используется этот английский глагол чудесный строгал строгал означает ну да бороться то есть они спасибо строгал означает ну буквально означает биться за свою духовную жизнь то есть они прилагают усилия вот пытаясь преодолеть какие-то вещи внутри себя ум этот с его голосом который предлагает песенки попеть или стишки какие-то вспоминать из прошлого стишки анекдоты цитаты из фильмов вот а бывает что люди и не догадываются что-то надо контролировать преданные собираются какие-нибудь и друг между собой какие-то странные цитаты из каких-то фильмов начинается какая-то странная странные какие-то разговоры вот это надо контролировать это 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 ум называется это ум как мы можем понять что это ум мы это можем понять, если мы повторяем внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Потому что это песня освобождения ума. Нам удается отделить себя от ума, и мы уже со стороны видим. Вот ум хочет вспомнить песенку. Или там какой-нибудь эпизод. И такой нектар прямо испытывает от этого эпизода из кино. Прямо хочется подойти к какому-нибудь Прабуэлих Матаджи и сказать «А помните, мы смотрели фильм? Помните, был такой фильм, и там была такая чудесная музыка еще?» И так далее. Но если у нас саданное нормально, то мы как-то себя можем проконтролировать и понять, что все-таки, наверное, это не тот взаимообмен в обществе преданных, который нам поможет приблизиться к лотосным стопам Господа Гоуранги и Нитянанды Прабу. И тогда человек, то есть преданный, он начинает это контролировать и уже обсуждают другие, более уместные эти. Хотя очень хочется иногда что-нибудь такое вот. Что-нибудь такое. Из книг, из кино, там еще что-то. А если можно связать этот эпизод, который всплывает? Это зависит от способности связывать. Иногда это ну как бы эта связка ну такая очень натужная, за уши перетянутая. тянутая. То есть если самоспособность связывать, ее тоже человек ну развивает, тоже благодаря повторению Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Кришна, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Тоже благодаря этому она развивается. Способность это все видеть в свете сознания Кришны. Вот. А теперь про третью куклу поговорим. Что же с ней произошло-то с каменной? То есть вот это намокло. Тряпичная кукла. Она намокла. То есть это означает, гуру говорит, Мадья Мадхи Кари, это тот, кто еще, нельзя сказать, что он прямо совсем утвердился в сознании Кришны, но в достаточно стабильном состоянии находится. В достаточно стабильном состоянии. И, наконец, третья кукла, каменная, она просто из воды я ее вынул, говорит этот гуру, вынул, и вода на нее никак не повлияла. Ученик категории Утома, он именно такой. Он полностью создан из милости духовного учителя и материальная энергия не может на него повлиять. Он утвердился. И более того, у него есть способность разрушать невежество, находящееся в сознании других, и помогать им стать такими же, как и он, то есть, учениками первого класса. Ученик первого класса это тот, кто может, и дальше здесь Бхактидир Дамодар Махарадж приводит это выражение Шривы Парупады, бенгальская поговорка, по всей видимости, если я не путаю, который может войти в воду, поймать там большую рыбу и не замочиться. Да? То есть, это такая, такая что, это такая аналогия, что означает поймать в реке руками большую рыбу и при этом не замочиться. Ну, или, допустим, не руками, а на на удочку. И рыбак вытаскивает эту рыбу, она большая, еще трясется к тому же и брызгается водой. Так? То есть, что означает поймать большую рыбу и при этом не замочиться? Это означает повзаимодействовать с материальной энергией, вовлечь в сферу преданного служения. Тот или иной ресурс, тех или иных людей, так? Ту или иную ситуацию. И при этом остаться на том же стабильном уровне сознания Кришны, в таком же состоянии. Вот. Ну и Утамадхикари, он безусловно может быть таким. Он может вовлекать туда большие финансы, он может вовлекать туда учеников с любой практически кармой Утамадхикари. Практически с любой. И при этом не подвергаться негативному воздействию этой кармы. А что касается преданных уровням Адьяма и ниже, они должны знать тот порог, до которого они могут, что они могут одухотворить, что они могут в сфере сознания Кришны занять, использовать, а куда лучше не входить, в какие сферы жизни, чтобы это не стащило. Чтобы это не стащило. Итак, вот Бхакти-Дьирда Мадар Махарадж нам рассказал о трех категориях учеников, привел эту удивительную историю про трех кукол. Одна из них, какие они были, кто помнит? Ну-ка. Сахарная, тряпишная, каменная. Правильно, правильно. Харе Кришна, Харе Рама. То есть, вот он, ответ на вопрос этого ученика, который спрашивает, что все при одном и том же гуру, и гуру всех любят, но будущее у всех разное, и также что еще разное у всех, ну и все на разном уровне находятся. И он говорит дальше этим ученикам своим, в этой, по всей видимости, переделанной какой-то африканской историей, или не знаю, откуда это появилось. он говорит, если третьего класса, нужно стать второго класса постараться, если второго класса, то нужно стать постараться первого класса. Очень удивительная, интересная история. Эта глава очень большая на самом деле, поэтому мы, может быть, не все успеем с вами разобрать. наверное, поговорю еще минут сколько, 15-20, могу поговорить, или уже все? как у нас по времени? Ну, там, может, еще вопросы будут какие-то. Ну, то есть, 15-20 это с вопросами или без вопросов? Ну, так, в общем, графики я не знаю, как все. Вот давайте так. Не, вы начальник, вы не можете так сказать, я не знаю, как все. Вы давайте. Вот сейчас, вот смотрите, сейчас 13-24. Давайте 15 минут поговорим, и один вопрос. А, хорошо, ладно. Хорошо. Так, тогда мы сейчас поговорим, а как же осуществлять этот переход, переход по этим категориям. Тут, на самом деле, есть достаточно большой блок в этой главе, где объясняется вот эта взаимозависимая природа преданного служения, что гуру зависят от учеников, ученики зависят от гуру, и сообщество учеников, община зависит друг от друга, и успех одного, он воздействует на всех, неудача одного тоже воздействует на многих, то есть, и поэтому все должны быть слаженными, если кто-то ослаб, ему надо помочь, если кто-то сильный, он должен помогать, тут такая тема раскрывается, но мы ее, я думаю, может мы ее как-нибудь вынесем в какую-нибудь отдельную лекцию просто, да, а мы поговорим сейчас о другом, мы сейчас поговорим о том, как перемещаться по этим уровням, как стать тряпичной куклой, а еще лучше каменной, как вам такая перспектива, господин? Хорошая. Хорошая, спасибо за приятные слова, итак, мы с вами совершаем то или иное служение, это служение является нашим подношением божеством Шри Шрини Тайгау Рачандра, Шри Шрини Тайгау Рачандра, Шри Липарупади, духовному учителю, вот, подношения могут быть разные, и Бхакти Дьерда Мадар Махарадж пишет здесь, что надо стараться действовать так, чтобы, это хорошая фраза, даже ее можно в конспект, как афоризм, записать, она удивительная, что наше служение должно быть таким подношением, которое будет достойно того, чтобы Гуру поднес его лотосным стопам Кришны. Вот. Служение должно стать подношением, которое достойно того, чтобы наш Гуру поднес его лотосным стопам Господа Кришны. Кришны, правильно, Кришны. Вот, то есть, требуются серьезные, искренние усилия в плане вот улучшения того или иного служения. Ну, это хорошая мотивация, правда, да? А то иной раз как бы вот, ну, сложно придумать мотивацию, а зачем что-то улучшать или двигаться куда-то. Вот это хорошая мотивация. Все равно это, все равно, ну, Гуру Парампара, она работает, все равно это связано со Шри Гуру Парампарой. Можно мыслить свое служение именно как подношение, которое Гуру будет предлагать Шриле Парупаде и Господу Кришне. И тогда это к чему-то уже обяжет, к чему-то уже обяжет. Духовные учителя дают нам множество разных вариантов, каким служением можно заниматься в Исконе. Много разных вариантов существует. Можно поклоняться Божествам, поклоняться Туласе, распространять Прасад, изучать Бхагавадгиту, читать Бхагаватам, слушать Кришна Катху, печатать книги, это я просто зачитываю из книги, печатать книги, распространять книги, открывать храмы, проповедовать в учебных заведениях, проводить Бхакти в Рикше, проводить Нагара Санкиртана. Нагара Санкиртана это означает пение святых имен в городе. Нагара это город. То есть то, что мы называем Харинамы, оно в индийском Исконе его называют Нагара Санкиртана. Нагара Санкиртана. Но у нас не Нагара Санкиртана, у нас здесь грамма Санкиртана, грамм Санкиртана. Грамм это деревня. Да? Ну если погода нам позволит, то конечно пойдем. Пока дождик это нет. Да. То есть есть Нагара Санкиртана, а у нас тут грамм Санкиртана. Грамм это вот называется деревня. Это одна тысяча килограмма. Нет, грамм, который с одной М пишется. На бенгальском языке. На бенгальском языке грамм. Вот. То есть да. Можно открывать рестораны, сельхозобщину, гуруку и так далее. И то есть вот есть самые разные варианты служения, которые возможны в Искон. И возникает вопрос, что нужно для того, чтобы сделать хорошее подношение или чего хочет от нас гуру. И здесь Бхактидь Ирдамадар Махарадж пишет, что является самым существенным во всем этом процессе. Он пишет, что духовный учитель сажает семя преданности в сердце ученика. Ну, точнее, того, кто предполагается, что он будет учеником. Подобно любому садовнику, он хочет видеть, что растения, которые он сажает, растут хорошо, хорошо растут и в конечном счете дают хороший урожай. И точно так же духовный учитель, он в конечном счете хочет видеть плоды любви к Богу, хочет видеть, как плоды любви к Богу выросли на Бхактилате его ученика. Так? Его ученика. Да, конечно. Подобно тому, как садовник хочет, чтобы те растения, которые он посадил, хорошо росли и давали урожай. Точно так же духовный учитель в конечном счете хочет увидеть на Бхактилате, на ростке преданного служения своего ученика, хочет увидеть на этом ростке преданного служения плоды любви к Богу, что они взяли и выросли эти плоды там. Он этого хочет. Ученик, который развил любовь к Богу, является хорошим подношением, настоящим подношением Кришне, то есть сам ученик является подношением, достойным подношением. Тот, на Бхактилате которого выросли эти плоды. и Гуру хочет, чтобы эти плоды там выросли. Да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но чтобы этот процесс шел, то есть чтобы Бхактилата развивалась, росла, зрела, нужно, чтобы Гуру вкладывался в ученика, наделял его силой, а это возможно лишь в случае, если он открыт на получение этой милости. Если он открыт. Если он закрыт, то нет. Поэтому вот мы начали с этой классификации учеников. Четыре категории. Проходимость слухового канала и способность принимать или не принимать, воспринимать всерьез или не воспринимать всерьез. Вот от этого зависит, удастся ли ему вложиться. Он вкладывается во многих. Но как, например, Вишнуджана Махараджи, он пришел к Шриле Парупаде однажды и говорит, он поблагодарил Шрилу Парупаду за то, что вот спасибо за милость, там и так далее. И Шриле Парупада сказал ему, что я вот не помню, где я это читал, или это в книге Святый Искон, либо в Радха Дамодара Виласи в этом трехтомнике, либо вообще где-то, где-то в какой-нибудь аудиолекции. И Шриле Парупада сказал ему, что милость я даю всем, но вот ты один из немногих, кто ее принял. Потому что раздавать это одно. Из Святой Искон, это оттуда, да? Но ты, один из немногих, кто ее принял. Так? Угу. Вот. То есть раздавать это одно, а получать, точнее, принимать это другое. Если ученик открыт на получение, тогда он получит. Если не особо, то не особо. Еще одна цитата, еще один афоризм из этой книги, который тоже можно записать в тетрадочку, он очень поэтичный. Это же одно из качеств Вайшнава, да, поэтичность, Кави, да, что Вайшнав поэтичен. Вот можно записать такой удивительный афоризм от Бахтидгирдамадары Махараджа. Вера это плодородная почва, на которой растет древо отношений между гуру и учеником. Вера это плодородная почва, на которой растет древо отношений между гуру и учеником. Вера это плодородная почва, на которой растет древо отношений между гуру и учеником. То есть имеется ввиду вот эта вот вера, которую гуру дает ученику. это биджа, это первичная вера. Но почему здесь говорится о вере как о плодородной почве? Потому что для того, чтобы на этой почве росли и развивались отношения между гуру и учеником, здесь требуется не только передача этой веры от гуру к ученику, веры в процесс преданного служения. Еще нужно, чтобы ученик верил в своего гуру. Это обоюдный процесс. То есть, если ученик верит в его слова, тогда он может что-то воспринять и услышать. Поэтому автор пишет такую идею, высказывает. Возможно, для кого-то даже революционную, а для кого-то и нет. А идея такая, что не только гуру должен учеников вдохновлять, но и наоборот. Ну, как обязательно. Да. Чудо впадо вдохновлялся. Ученики помогали. Да. Я вам так благодарен, но даже слезы жили. Да. Отчувствий такие. Да. Поэтому я и говорю, что эта идея для кого-то она может революционно прозвучать. Что это только гуру должен так это впахивать и трудиться, и вдохновлять. А оказывается, это обоюдная работа. Ну и, конечно, исходя из чего ученик будет делать что-нибудь такое, что в конечном счете может вызвать вдохновение и радость у его духовного учителя? Лишь в основном благодаря тому, что он ученик верит в слова духовного учителя, тогда он начнет следовать, будет этому следовать и будет делать что-то такое, что гуру почувствует радость в сердце от этого. А вопрос какой-то, да? Нет, по поводу вдохновения. Ракфа Пандит в своем фестивале использовал такой девиз «вдохновлять и вдохновляться». Вдохновлять и вдохновляться. То есть он на самом деле приехал не только сам кого-то вдохновить, а просто, наверное, вдохновиться самому. Да. Ну, во всяком случае, я так увидел. Точно. А представьте, допустим, соберутся люди, и все будут думать, что их кто-то должен вдохновить. Да-да-да. И как бы, ну, то есть, если у всех будет такая идея, что меня должен вдохновить кто-то. Да-да-да. То есть в таком ожидании. Вот. Это будет печально. Итак, еще раз повторим этот чудесный афоризм. «Вера – это плодородная почва, на которой растет древо отношений между гуру и учеником». Между гуру и учеником. И, наконец, заключительное утверждение, заключительные лекции данного семинара. Под названием, как называется? Spiritual Connection. Правильно. Spiritual Connection или Духовная связь. Называется тема следующим образом. Кто может назвать себя учеником? Кто может назвать себя учеником? И здесь рассказывается о том, как Шричитане Махапрабу отправил на проповедь Харидаса Такура и Нитянанду Прабу. И именно там он сказал Нитянанду Прабу и Харидасу Прабу, чтобы те, обращаясь к людям во время проповеди, призывали их, известные цитаты, известные слова, призывали их Болу Кришна, Баджа Кришна и… Нет, не Сэй. Нет. Болу Кришна, Баджа Кришна, Кору Кришна Шикша. Кору Кришна Шикша. Это означает, Болу Кришна нужно призывать тех, кому проповедуешь, воспевать святые имена. Баджа Кришна призывать их поклоняться Кришне. И Кору Кришна Шикша говорить им, чтобы они следовали наставлениям Кришны. И, кстати, для конспектов, если интересно, откуда это, то есть, что это за цитата, где она переводится, она переводится в читание… А? Матхья Лива. Нет, не Матхья Лива. Матхья Канда, потому что это читание Бхагавата. А, это читание. Это не читание Чаритамрита. Читание Бхагавата. Матхья Канда, 13.8-9. Это там. Вот эта знаменитая строка «Бола Кришна, Баджа Кришна, Кору Кришна Шикша», она вот отсюда, из читания Бхагаваты. И здесь описывается в этой читании Бхагавате внутренняя медитация Нитянанды Прабху, который изначальный духовный учитель. Но он также в данном случае играет роль ученика. И это очень ценная медитация для каждого из нас. Он медитирует, получив это наставление от Шречтани Махапрабху. Он медитирует следующим образом. Если я достойный ученик, если я образцовый ученик, тогда я должен распространять славу чистоты, сострадания и милости своего гуру, моего гуру, моего спасителя. Как я могу назвать себя учеником, если я не сделаю что-нибудь замечательное для того, чтобы прославить своего гуру? То есть идея ученичества в этом. Давайте еще раз я это повторю. Чистоту, сострадание и милость. То есть нужно эти качества увидеть в духовном учителе, его чистоту, его сострадание, его милость. И служение, и проповедь, это все заключается в том, чтобы прославить его качество. Ученик продолжения гуру. И вот его задача прославить эти присущие его духовному учителю качества. Чистота, сострадание и мёрси, коруна, милость. Угу. Находясь в таком настроении, всемилостивый Господь Натянанда Прабу отправился проповедовать и спасать падше обусловленные души. Таким образом, будучи Адди-гуру, он учит на своем примере тому, о чем должен ученик думать, каково должно быть его умонастроение и что такое ученичество. Основной вопрос, как я могу прославить своего гуру и распространить славу его чистоты, сострадания и милости. Харе Кришна, спасибо за внимание. Прославить его чистоту, его сострадание, его милость, его милосердие. Поняли? Угу. Хорошо. Ура! Мы закончили этот чудесный семинар, теперь мы постигли эту книгу. Мы поняли, что в ней говорится. Есть ли какие-нибудь вопросы или мысли, или дополнения? Надо все обдумать. Конечно, надо все обдумать, это правильно. То есть, нет вопросов, да? И мыслей. И дополнений. Нама, нама, хаи, хаи. Хорошо. Тогда сейчас мы с вами проверим, позволяет ли нам погода выйти на Харинам, на грамм Санкиртану. Какая, как еще раз? Грамм, грамм. Нагар, Нагар это город, а грамм это деревня. Но грамм надо взять, да? Да. Сейчас мы проверим, какая у нас погода, и в зависимости от этого мы поступим к соответствующему образу. У меня класса мало, вкусненького. Разкнижаться. На что грамм? Пока ситуация погуляет. Хорошо. Шримад Бхагаватам Киджай, Гранд Тарадж. Шри Шри Миттай Гаврачандра Киджай. Шри Лапрупады Киджай. Миттай Гавра Примананда. Хареи Кришна Хареи Рама.